Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Новый год – всегда ожидание чуда. Подарки от Деда Мороза в этот праздник получат все маленькие анапчане. Результаты работы с учащимися казачьих классов и планы на будущий год обсудили на семинаре в селе Юровка. Ночной дозор по Анапске. Молодежь курортного города квестит по ночам. Хоккейная команда «Анапа-регион» заняла второе место в городском турнире среди СМИ. А сейчас обо всем подробнее. Ёлки желаний выросли в гипермаркете «Магнит» в торговом центре Красной площади и универмаге. На ветвях открытки с детскими посланиями Деду Морозу. Стать им на время может каждый из нас. Для малышей, не избалованных родительским вниманием. И тех, кто вынужден провести новогоднюю ночь на больничной койке. И еще одна благотворительная акция действует сейчас в Анапе. Подари Новый год малышам из Донбасса. Подарки для детей принимают в Центре социального обслуживания. Новогодняя благотворительная акция «И в больницу придет Новый год» стартовала в торгово-развлекательном центре Красная площадь и гипермаркете «Магнит». В праздничные дни каждый мечтает, чтобы мечты и сокровенные желания исполнились. А дети с нетерпением ждут новогодних подарков. К сожалению, есть такие малыши, которые на Новый год и Рождество могут остаться без праздника и подарков, потому что лежат в больнице. Анапчане могут помочь исполнить детскую мечту. На «Елке желаний» надо выбрать открытку с заветными желаниями детей, купить подарок и передать его волонтерам. Они обязательно вручат его ребенку. Благотворительная акция продлится до 30 декабря. Также по инициативе губернатора Кубани Александра Ткачева в крае начался сбор подарков для детей из зоны военного конфликта. У детей пылающего Донбасса желаний сейчас только одно – чтобы наступил мир, чтобы перестали гибнуть люди и разрываться бомбы. В наших силах сотворить обыкновенное новогоднее чудо. Настоящий Новый год для малышей из Украины. Подарить им новогодние настроения, плюшевых мишек, красивых кукол, гоночные машинки и сладкие подарки. Все то, что вернет их в детство. Точка сбора новогодней гуманитарной помощи в Анапе находится по адресу Крымская, 125, библиотека имени Пушкина. Пункт приема – вторые руки. Переносить подарки можно в рабочие дни с 9 до 17 часов. Результат работы с учащимися казачьих классов и планы на будущий год обсудили на семинаре в селе Юровка. Лидеры казачества, специалисты управления образования, директора школ и педагоги обсудили вопросы сохранения и приумножения казачьих традиций. Анапские соловьи и разноцветные петухи на красном полотне – именно так выглядит традиционный казачий рушник. В школе номер 18 села Юровка начала работу выставка декоративно-прикладного искусства. Картины ручной работы, сложные вышивки, предметы казачьего быта, вязаные овощи, плетеные кружева, исследовательские работы, стен газеты. Свои работы к началу семинара представили ученики казачьих классов со всего района. Приехав сюда и увидел такую красоту, меня, кстати, поразило увиденное. Мы, старшее поколение казакова, которое много родилось, уже пишем свои истории и показываем примеры и отваги, и героизма, где защищаем интерес отечества. И даже то, что вот своими подвигами, поступками мы показываем пример нашим детям, ученикам, как надо себя вести, как надо защищать отечество. И мы постоянно об этом говорим со взрослыми казателями. Наши деды и прадеды, молодежь учили всему хорошему. В этом учебном году учеников в красно-черной форме стало больше. В 24 казачьих классах обучается 551 ребенок. Когда я пришел в школу, я даже не знал, что я буду в казачьем классе. Меня привела сюда мама. А когда я понял, то мне очень понравилось, и я хотел остаться в этом классе. Очень интересно. Быть казаком – это значит быть честным, добрым, ответственным, всем помогать, держать свое слово, никого младших не обижать и защищать. Старшие казаки своим примером показывают ребятам, как жить, вести себя, сохранять традиции. Работа у нас проводится какая-то. Патриотическая работа. Охрана общественного порядка. Собрали и отправили гуманитарную помощь на Донецк. Сейчас часто мы слышим, что у нас нет национальной идеи. Так вот, мы, являясь прямыми потомками, ну я себе скажу, что запорожских казаков мы потомки. И мы считаем, что это есть как раз национальная идея казачества, возродить казачество. Семинар начался с небольшого концерта, который подготовили казачата школу номер 18. Танцевали, пели любимые народные песни, гимн России и Кубани, читали стихи о родине. Заместитель атамана Анапского районного казачьего общества Анатолий Кислецкий подвел итоги работы казачьих классов в 2014 году. Призвал смотреть на историю, а не на западные традиции. Чтобы вырастить казака, учитель, руководство школы, казаки-наставники и атаманы должны взаимодействовать. Исполняющая обязанности начальника управления образования Наталья Микитюк рассказала об организации обучения и воспитания казачат. В семинаре выступали классные руководители казачьих классов, казаки-наставники, протеиерея, Алексей. Казаки своих не бросают. По окончанию школы есть ряд учебных заведений, где дети смогут продолжить выбранный путь. Заканчивая школу учились казачьих классов, после этого они могут поступить у нас с техникой казачьих, техниками ладвинскими, которые учены на ветеринарах или на нарезках. Далее здесь у нас институт казачий, Московский государственный институт технологии и бизнеса, кембрюзский, филиал, на самом московском. Он является казачьим институтом, с военной категорией. Казаки-то бесплатно обучаются. Также есть у нас институт скульптуры и спорта Казахстанского края, где дальше мы были вводы, места. То есть мы казачат своих не теряем. Распитываем патриотов родины. В завершении семинара атаман Валерий Плотников поощрил лучших педагогов и казаков-наставников благодарственными письмами, памятными наградами и подарками. Активная молодежь Анапы предпочитает не сидеть дома у телевизора. Увлеченные молодые люди соревнуются в логике, смекалке и спортивной выносливости в квестах. Они знают историю города и много читают. Квесты популярны во всем мире. Как играют в них в городе-курорте, расскажет Наталья из Мозгова. Не шайка и не банда, а веселая команда игроков анапских квестов ходит ночью с фонариками в поисках очередной подсказки. В финале городских игр семь команд. Квест – это спортивно-развлекательное мероприятие с головоломками, конкурсами и забавными заданиями. Финал начался с загадки. Найти, где хоккеистам будет мало места, а участникам квеста в самый раз. Речь о катке. Чтобы получить следующий код, нужно смастерить из цветной бумаги пингвина. Взрослые парни и девушки с задором взяли ножницы и включили творчество. И снова в путь за следующими подсказками. Павильон перехода сейчас пустынный, но уже через пару секунд здесь появятся игроки, они будут пускать здесь задание, а вы его уже видели. В зашифрованном месте код, который может быть в самых неожиданных уголках города и района. Например, у орла начала Кавказских гор или у всем известного мужчины со шляпой у центрального пляжа. Абсолютно все этапы были довольно интересные, разнообразные. Многие загадки ставили в тупик и указывали на несколько мест. Приходилось объезжать все, но тем не менее мы, в принципе, справлялись. И будем надеяться, что сегодня финал игры, мы тоже справимся и абсолютно все выполним. И, конечно, будем первыми. Нужно знать город хорошо, историю нашей Анапы и, конечно же, все достопримечательности. Только тогда можно рассчитывать на победу. Во-первых, это хорошее времяпровождение среди своих любимых друзей. Это новые знакомства, это развитие, опять-таки, логики. Одно из заданий – вылепить из пластилина краба. Пальцы не слушаются, детали мелкие. Некоторые команды вылепили целые композиции. Немосы зашкаливают, потому что делали все. Делали ездить, катались, искали, походили, в принципе, нашли все. Приходится поломать голову над ребусами и загадками. Или, например, попрыгать на скакалке на время. Случайные прохожие тоже присоединялись и прыгали с участниками квеста. Главная цель мероприятий – вытащить молодежь из-за компьютеров, чтобы на свежем воздухе зарядиться положительными эмоциями, провести время активно, с пользой и проявить себя творчески. Возрастная категория здесь абсолютно разная. Есть и, прежде всего, как бы участники у нас все старше 18 лет, но все это состоявшиеся, самостоятельные. Вы люди, которые работают кто в офисе, кто на стройках, кто где, кто даже частные предприниматели. Призываем всех наших участников также в момент игры не нарушать законы ни ПДД, ни гражданского уголовника, никаких. Анапа, присоединяйся! Зимой в Анапе затишье, но молодежи есть чем заняться. Все задания квестов добрые, безобидные и веселые. Можно вспомнить детство. По итогам всех конкурсов и зрительского голосования победила команда «Смайлы». Они унесли с собой кубок, массу положительных эмоций, а другие команды – поощрительные призы и желание победить в будущих играх. Первый городской турнир по хоккею прошел среди творческих работников. В Анапе сыграли три команды, представляющие городские телерадиокомпании. Лица этих хоккеистов в зеленой и красной форме совсем не знакомы болельщикам высшей лиги, но эмоции на льду по высшему разряду. Операторы, монтажеры, корреспонденты телерадиокомпании Анапы сменили камеры и микрофоны на коньки и клюшки. Ну, кто же поддерживает? Кто же поддерживает? Так, стремительная контратака. В турнире встретились команды Анапа-регион, 39-й канал и СТС. Все как положено. На трибуне болельщики с российским триколором, а на льду – ожесточенная борьба с падениями, поражениями и забитыми шайбами. Контр-атака Анапы-регион, проход по левому флангу. Бросок, паста, бегом! Удар! Нет! Нет! А Анапа-регион, 39-й канал! Бросок! Мощный щелчок 9-го нападающего номера. По итогам дружеской встречи победила команда 39-го канала. На втором месте Анапа-регион. И на третьем – СТС. До Нового года осталось 8 дней. Мы продолжаем ежедневную рубрику, в которой известные анапчане поздравляют земляков и гостей курорта с наступающим Новым годом. Поддерживаем праздничное настроение. Этот год был насыщенный спортивными соревнованиями. В Екатеринбурге на первенстве России я завоевала серебряную медаль по ЦИДО. Потом, через несколько недель, я поехала на первенство России по Самбо. И там завоевала золото. После этого в России я отправилась на первенство мира в Сеул. И там завоевала бронзовую медаль. Это было очень приятно. Хотелось бы поздравить жителей и гостей города Анапы и Анапского района с наступающим Новым годом пожелать им в Новом году всего самого и лучшего, чтобы все их мечты и пожелания обязательно сбылись. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В среду 24 декабря в Анапе облачно с прояснениями. Утром возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 10-12, ночью до 10 градусов тепла. Ветер западный порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды к Новому году. Платье вечернее и на каждый день. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир. Благоустроенная дворовая территория. Уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова